Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Стуканов Краснодарский край У нас все тает Весна Несмотря на такое обилие снега Сегодня где-то плюс два Но на солнце Явно больше Вот сейчас хочу прочистить небольшую дорожку Курей выпустить А то Как они? Они даже прогуляться тут не смогут И я думаю К вечеру на солнце вот эта дорожка Она будет уже вся в траве Зеленая Ну там у них тенек, пусть выйдут на солнышке Хоть погреются Снег уже такой, знаешь Липкий, тяжелый Тяжелый Ну а я уже третий день чищу снег Время от время Во дворе все деревья Намел сугробы Ну чтобы они влагой напитались Сюда еще руки не дошли Ну вот буду сейчас Потихоньку делать дорожку И под какие-то деревья поблизости Тоже на мету снега Уird есть Продолжение следует... Такой Олимпийские Их Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Здесь вот так Есть плюсы Того что Нету крыс Как в Москве В каждом подъезде Где мусор провод А с другой стороны Нацев shame ходить и выброс Короче едем В этом дворе Ну вообще в Краснодаре И в конкретно В этом дворе Процентов 30 Машин и иногороднень Любой регион 134, 192, 142, 154. Очень много машин с других регионов, поэтому тут и пробки. 716, полная полная. А мы едем на 1 мая в больницу сейчас. Деточкин любил детей. Самокаты вон в аренду сдают. А тут на каждом шагу. Нам тут недалеко, поэтому мы тут в принципе и сняли. По карте 3 километра до больницы. Странно, как-то зеленый загорелся и пешеходам зеленый. Здесь в Краснодаре. Да не только в Краснодаре, но в Москве таких мало светофоров. 3 градуса в Краснодаре. Время 11 час. Зато завтра здесь будет 14, а завтра 15, по-моему, потом 14. Да, тепло. Снега вообще нет. Но я по камере глянул, у нас тоже солнце. Не жарко, но солнце. Слушай, а мы какую-то другую дорогу едем. Мы прямо ездили раньше. Нет, все правильно. Мы здесь налево повернем и направо на первую. Ну все, забрали мы, друзья. Стеклышки. Покажи хоть как они выглядят. Ну вот стекла. А это блоки парафиновые. На солнце-то не вредно им так? Ну не знаю. Сказали хранить при комнатной температуре. Ну надо солнце, короче, их убрать. Да. Вот это заключение, которое мне дали в декабре. Ну распечатали, без печати. Она мне просто на нем поставила печать. Говорит, идите в отделение забирайте. Заключение. Я говорю, так мне его отдали только без печати. Она говорит, давайте я печать поставлю. Все. Вот. Здесь все. Теперь поедем сейчас в онкодиспансер. Попробуем сдать на пересмотр платно. Все равно мы здесь. Я не знаю, сколько там готовности, результатов. Здесь мне пересматривали 40 минут, когда мы приезжали. А там сколько? Может дней 10 ждать придется. Этого я не знаю. Ну в общем посмотрим. Если 10 дней, ну придется опять ехать за результатами. Никуда не денешься. Мы ехали 3 километра 40 минут, по-моему. Или 45. Не хочу больше в Краснодаре ездить. Да, здесь такие пробки ужасные. Просто невозможно. Это столица региональная номер один по пробкам. Вот я построила маршрут. Посмотри, все красное. Ехать нам 9 километров 47 минут. Почти час. Вот представляете, друзья, сколько времени из своей жизни вот в таких городах тратится на пробки. Вот мы почти час сюда ехали. А сейчас еще 9 километров мы будем час ехать. И вот эта плата за комфорт. Живешь в квартире, все нормально. Но зато ты почти треть своей жизни отдаешь пробкам. Подъехали к конко-диспансеру. Место запарковаться вообще. Любая дырка тут забита. Вот Маргарита пошла сейчас туда, за этот дом. Где-то там главный ход. А я вот тут нашел место, запарковался. Ну, рассказывай, Маргарита. Ну, сдавай. Стекла на пересмотр. В краевой онкологический диспансер. Через 2 часа будут готовы. Надо будет где-то 2 часа нам подождать. Та парковка, где мы запарковались, оказалась, ну, как она была платной. Но Маргарита пошла там к паркомату. Работают кнопки. Вообще, я там, наверное, минут 15 стояла. Не работают там кнопки. Ну, и мы рискнули. Ну, придет штраф, придет. Нет, нет. Заклеивать номера я не стал. Можно, конечно, крышку багажника было открыть. В принципе, номер-то на крышке багажника. Вот. Ну, ладно, бог с ним. Сейчас во дворе здесь нашли, запарковались. Пойдем, может, в столовку сходим. Кофей купол. Поищем. Ну, 2 часа надо как-то убить. Явно не на платной парковке. А, за пересмотр я отдала 3 600, если кому-то интересно. Ну, там 3 позиции вроде как. Не полторы, да? Мы думали полторы. Ну, я смотрела на сайте, у них 1700 было. Ну, 1700 – это только нарезка парафина с тканями. А там уже исследования какие зависит. То есть я сначала пошла в регистратуру. Меня отправили на 6 этаж в отделение вот этой диагностики. Там уже врач посмотрел, что он будет делать с моими стеклами. И я пошла, оплатила. Вот так. То есть сразу нельзя платить. Надо консультацию с врачом, который будет пересматривать, чтобы он посмотрел. А потом уже сумму, какие исследования будут делать. В общем, подождем, посмотрим. Ну, и как вы думаете, друзья, сколько можно провести время? 2 часа, что за это время можно сделать? Вот поесть, а потом сначала поедим, а потом погуляем, что-нибудь там, пошастаем по городу. Все, выехали из Краснодара, наконец-то. Мы все, не помню, говорила я, нет, что мы за 2 часа проехали в общей сложности 12 километров. 2 часа. Просто из жизни тупо выбросили. Вот. Уже вечер. Время 16.03. Температура 11 градусов за бортом. Зеленая травка. Замечательная погода. Сегодня что у нас? 18 декабря, друзья. Вот такая погода на юге. Января. Оговорилась. Ладно, ты лучше расскажи про результаты. Результаты не подтвердились. Опухоль доброкачественная. Но мы еще все-таки съездим, отвезем на пересмотр в Ставрополь. Чтобы уж как-то... Потому что разные какие-то показания. Да, совсем разные. И поэтому еще одно мнение хотя бы надо получить. Вот. И посмотрим, что скажет Ставрополь нам. Ну, а мы дома будем уже, когда будет темно. Тетя Поля звонила, говорит, нормально все. Все тихо. Все тихо. Ну, да. Никто не проезжал. Никто не проходил. Все хорошо. Альма не гавкала, говорит, не слышно ее. Уже, если честно, друзья, нам домой хочется. Мы вот в Краснодаре сутки пробыли. И что-то мы устали от города, устали от пробок. Хочется на хутор. Так что едем. До дому, до хаты. Вот мы и дома. Все, наша поездка закончилась. Вообще на сегодня и на вчера вот эти все мучения с Краснодаром закончились. Короче, только сделали машину. На обратном пути едем, слышу. Гул какой-то появился. У меня что-то подозрения были. Я уже испугался. Думаю, коробка, наверное. Что-то там подшипник загудел или что. Потом прислушался так голову назад. Сзади вроде звук больше. Спереди как бы его нету. Вот этот гул сзади, думаю. Ну, наверное, ступичный подшипник. Полезли с Мадном. Маргарита, я за рулем Маргарита. Полезла там на Озон, в Экзист. Вот. Короче, подшипник на этой машине тоже не меняется отдельно. Он меняется вместе со ступицей. То есть, что рычаг шаровый, шаровая отдельно не снимается. Что подшипник тоже со ступицей. Короче, где-то это самый дешевый от 4 тысяч плюс-минус. Нормальный такие, около десятки. Ну, хороший, хороший где-то около десятки. А оригинал 17 тысяч, по-моему, да? То есть, предстоят еще растраты. И вот, думаю, может продать ее к чертовой бабушке и купить какую-нибудь приору там, ну, более-менее нормальную. Ну, тут как бы получится поменять комфорт и безопасность. Все-таки, когда у тебя подушки безопасности там, да, как-то получше, чем на нашем корыте. Ну, а с другой стороны, вот подшипник сейчас накрылся бы, или шаровая, пошел в соседнюю станицу, в магазин, купил, поменял. Проблем нет, здесь надо заказывать, ждать, потом менять, как бы все это дороже стоит. Вот такая дилемма. Так, ну, а что мы съездили? Машина у нас превратилась в пылесос. Пылесос, а все деньги. И у нас только за два месяца на Круз ушло 80 тысяч, и на Четырку, ну, вот эта головка блока, там клапана, замена масла, двадцатка. То есть 100 тысяч у нас только на машины ушло. Я про остальное вообще молчу. И вот думаешь, так вот, может правда взять какую-нибудь нашу... Ветру с гвоздями. Подешевле, попроще, на хуторе, как бы, там что-то сломалось, пошел, купил, сделал. Даже самому можно что-то сделать. Полмашины точно самому можно починить. Тут же, конечно, надо все заказывать. Все, друзья. Спасибо, что были с нами. Если ролик понравился, мы старались. Ставьте лайк, пишите комментарии, вообще по барабану пишите что-либо. Вот что хотите, то пишите. Хотите, напишите, какой я там неправильный, там еще что-то. Пожелайте Маргарите там всего наилучшего. Все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...